Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Новый пакет антироссийских санкций мы сегодня обсуждаем. Но я так сижу радуюсь, потому что радуются государственные лица, чиновники, экономисты, про-государственные, про-кремлевские. Говорят, хорошо, что вели, мы будем здоровее, мы будем крепче, нам не страшен серый волк. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Игорь Дранзин. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь, как сказать, айтишник, правильно? Или это совсем неправильно? Да, да, это моя основная деятельность. Я руковожу отделом информационных технологий в российской компании. Этим зарабатывают деньги. Да, но и самое интересное, да, деньги-то вы зарабатываете, но самое интересное, что Игорь Ищой, политический деятель, общественный деятель, и он сейчас идет на выборы от партии «Яблоко», и он живой свидетель одного замечательного телевизионного шоу, как раз на темы санкций, о котором мы сегодня будем говорить, и будем говорить о том, как реагируют федеральные каналы, российская пропаганда вот на этот новый пакет. С нами Константин Смирнов. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Константин, редактор отдела экономики газеты «Московский комсомолец», который нам будет объяснять, что это значит на самом деле для российской экономики, а не в пропагандистских целях. И вот-вот присоединится из Америки и Соединенных Штатов мой коллега Владимир Абаринов. Мы его ждем сегодня по телефону. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, звоните нам и говорите, радуетесь ли вы этим новым санкциям, равнодушны ли вы к ним, что вы думаете о том, что почему Америка снова взялась наказывать Россию санкциями. Наверное, это будет первый вопрос нашей программы. Он же делится на два вопроса. Вся эта проблема на политический и экономический. Политический. Почему вдруг опять? Вот вы были, Игорь, свидетелем этого шоу, на котором наш коллега Майкл Бом, профессиональный американец, он профессионально ходит представлять Америку во все эти шоу и американскую позицию. Когда его спросили, почему снова? Вот два года назад, ну, было как-то понятно. Вот Крым, вот сразу. А вот проходит два с половиной года и снова санкции. Ну, все, что он смог сказать, это привести русскую пословицу. Хорошая мысля приходит опосля. Сказал Майкл, порадовала аудиторию, как всегда она зааплодировала. Но на самом деле всерьез. Если говорить об этом, то почему? Ну, США и Европа, они постоянно вводят санкции, постоянно их продляют. Поэтому ничего нового не произошло. Очередное пополнение списка санкций. Поэтому, в общем-то, это даже не новость. Если посмотреть историю, то окажется, что каждый месяц появляются какие-то новые дополнения, там еще какие-то изменения. И санкции никто с России не снимает. Их продляют. Это практика, которая уже вот с 2014 года имеет место быть. То есть это рутинный процесс. Это совершенно рутинный процесс. Ничему не стоит удивляться. С России никто не пытается снимать санкции, так как Россия не делает ничего для того, чтобы эти санкции были ослаблены или вообще исчезли. Минские соглашения не исполняются. Все это видят, весь мир за этим наблюдает. Поэтому ждать каких-то иных шагов со стороны США нам не стоит, безусловно. То есть даже совершенно непонятно, чему удивляются и что обсуждают российские федеральные каналы. Это рутинный абсолютно процесс. Раз вы не выполняете условия, вы будете дальше и дальше получать санкции. И списки компаний, которые под них попадают, будут только расширяться. Ну да, для российских телеканалов и пропаганды это очередной повод показать нашей аудитории, что мы не боимся санкций, что нам все равно. Мы даже рады, что это усиливает нашу экономику. Ну и так далее. Безусловно, это все не так. Этим санкциям в Кремле, конечно же, не радуются. Это негативно сказывается на российской экономике. От этого к нам в страну не идут инвестиции. Это усиливает негативное влияние от падения цены на нефть. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Список мы все видим. У нас проблемы с экономикой довольно серьезные сегодня. Проблемы с бюджетом. Никто не понимает, что будет дальше. Полная неопределенность. Но я так понимаю, что в Кремле пытаются всем показать, что на самом деле все не так, что скоро начнется экономический рост, а санкции настолько усиливают. Это такой пропагандистский прием, по сути говоря. Его используют, и, как мне кажется, пока что это работает. У нас люди действительно считают, что санкции никак не влияют на российскую экономику, а если и влияют, то это не страшно. Обычный человек, который живет, каждый день ходит на работу, он с санкциями, конечно, не сталкивается. Более того, когда он слышит о санкциях против каких-то чиновников в окружении Путина, он даже, наверное, радуется. Вот здорово, против жуликов ввели какие-то санкции. Ну, так им и надо. А в целом, само по себе слово санкция воспринимает обычный человек как что-то такое недружественное со стороны других стран. Наша пропаганда это все усиливает, интерпретирует это именно так, что это они там что-то придумали против нас. А мы вообще ни при чем, мы, в общем-то, хотим мира, мы соблюдаем все соглашения, все минские договоренности, не лезем на Донбасс, уже давно пытаемся там наладить мир. Украина там, наоборот, всему этому мешает. И это очень умело пропагандисты, на самом деле, сегодня до сих пор используют. Боюсь, что такая ситуация сохранится еще довольно долго. Константин, ваша идея, потом мы поговорим об экономической стороне дела, пока, может быть, немножко политически хотят, может, не по работе по вашей, не по специальности, но спрошу политически. Почему вы считаете, сейчас снова взялись за новый пакет? Нет, а вот знаете, я все-таки, вот, перед тем, как вы пригласили меня на передачу, ну, после, вернее, решил все-таки почитать повнимательнее, каких компаний там, ну, новые санкции, там, 5-10. И вот, что мне пришло в голову, санкции американские, наложенные на наши компании, РИС, там, и так далее, ранее, не срабатывают. И вот, прежде всего, вот почему. Американцы, ну, американская, так, ментор, там, и так далее, усиливают санкции, прежде всего, против Газпрома и удочерней компании, там, 51, да, 51 компания. А, о чем идет речь? Речь идет о том, что бы, вот, то, что было объявлено и Америкой два года назад, и Евросоюзом, это возможность передачи технологий по добыче нефти в сложных условиях. И вот, заметьте, в этот список, последний, последний список попали две компании, зарегистрированные в Индии и в Гонконг. Да. О чем это мне говорят? Я не знаю, я вот тут разведкой не занимаюсь, я так просто предполагаю. Что наше правительство начало обходить эти санкции, как это оно умело, здорово, в годы советской власти. И вот тут-то, видимо, американское правительство поняло, что, конечно, нас можно напрямую лишать доступа к технологиям. Напрямую. Но у нас есть всегда возможность обойти эти санкции, получить технологии через другие структуры. Ну, например, зарегистрированные компании в других странах. И вот мне кажется, вот все это было и продиктовано этим. Заметьте, что санкции против там компаний высокотехнологичных, вот у меня коллега лучше знает, чем они там, занимаются так. Важнее всего это усиление санкций против структур Газпрома. А дальше они за Роснефть возьмутся еще чего-то, которое попытается взять технологии, так сказать, на стороне. Другое дело, что сейчас это не так важно, потому что выход там наш, например, на Ледовитый океан, там и так далее, этот шельф пока не нужен, потому что нефть слишком дешево. Но через 2-3 года это потребуется. И вот тут-то нас нужно, как это, оттолкнуть от новых технологий, которые, скажем, в других странах, как Америки, нет. Но тут, правда, надо понимать, что эти технологии есть в Норвегии, в Голландии и тому подобное. Их стажем голландские структуры, насколько я знаю, дико недовольны всеми этими санкциями. Они были блестящие, так сказать, гешефт в России, особенно в Западной Сибири, там работали десятки, если не сотни голландских компаний, в этом небольших, но которые помогали идти дальше, вверх, вверх, вверх туда, в Ледовитый океан. Я думаю, тут все-таки, понимаете, любая политика строится, как было Ленина, на экономике. Но ваша мысль, идея состоит в том, что увидели, что обходят, и начали вводить новые дополнительные ограничения, чтобы не было... Да, именно так. То есть по рукам. По рукам, да. Понятно. Владимир Абаринов с нами на связи. Здравствуйте. Добрый день. Владимир, вот мы сейчас обсуждаем пока политическую сторону дела. Почему через два года, через два с половиной, вот нам, конечно, Игорь объяснил, что они последовательно вводят, но тем не менее не каждый же день. Вот вроде бы уже не ждешь санкций, а раз, любовь нечаянно нагрянет. Вот вроде бы нагрянули. Как говорит Майкл Бом, еще раз повторяю его замечательную мысль, хорошая мысля приходит опосля. Вот он думает, что просто стукнуло в голову и ввели. Вот почему, как вы объяснили? Ну, я согласен, прежде всего, с тем, что этот новый список закрывает какие-то, значит, лазейки, да, какие-то дыры, когда главная корпорация действует через своих дочек. Вот, но политический смысл, я думаю, заключается еще и в том, они в данном случае ведь синхронизированы с европейскими санкциями. И если европейский санкционный список просто повторяет себя, просто продляется, произведущий список продлит, то к американскому добавляются новые лица и новые компании. И делается это, конечно, потому что на самом деле американцам все труднее уговаривать Европу продлевать эти санкции, по крайней мере в полном объеме. В Вашингтоне жалуются на то, что, скажем, уже в декабре Европейский союз со скрипом продлил санкции. Сейчас вот опять продлили, но, видимо, скрипок было еще больше. Итальянцы, в частности, требуют, чтобы эта чистая такая бюрократическая процедура была перенесена на более высокий уже дипломатический уровень. В общем, с учетом миграционного кризиса, с учетом Брекзита и вообще слабости европейской экономики, это как бы внушает американцам некоторые опасения. Поэтому вот и европейская поездка Обамы весной этого года была направлена. Одной из целей этой поездки было именно, так сказать, взбодрить союзников. И сейчас то же самое произошло. И я не думаю, что ничего не изменится. Потому что, во-первых, мы знаем, что введены санкции против большого количества компаний, которые занимаются строительством Керчевского моста. И судоходством и судостроением, судоремонтными работами в этом регионе. Во-вторых, мы видим, в списке появилась «Газпром-медиа». И мне кажется, что это очень важно. Правда, она внесена не в так называемый черный список, как его называют в России. А по-английски называется «Special designated national list». То есть нет запрета полного на сотрудничество с «Газпром-медиа». Но ведь не обязателен полный запрет. Рекламодатели могут отозвать свои договоры или не продлить свои договоры просто на всякий случай. Потому что они не хотят портить отношения с правительством. И, наконец, я думаю, есть третья очень важная политическая причина. Это президентская кампания, где слова «Россия» и «Путин» звучат просто каждый день в полный голос. И Трамп кричит, что Хиллари продала американский уран за взятку России. И поэтому, значит, администрация Обамы, конечно, может демонстрировать свою жесткость в отношении России. Вот так я думаю. Спасибо, Владимир. Давайте мы посмотрим, что москвичи сегодня на улице. Как они отвечали на вопрос, почему вдруг снова Америка ввела очередной пакет санкций против России. Что думают люди на улице? Почему США продолжают вводить новые санкции против России? Я считаю, что это все часть одной большой политической игры, где Россия является невыгодным игроком для США. Вот и все. И этого игрока нужно как можно быстрее убрать. Всеми любыми способами задавить, чтобы не возникало конкурентов на этом царстве. Потому что у нас воровской режим надо ликвидировать. Как ликвидируем воровской режим? 5-го, 11-го, 17-го. И все будет нормально. И санкции постепенно уберутся. Будем со всем миром дружить и радоваться жизни. Ну, это продолжение общей политики только и всего. Там ничего не меняется. Никакие события ни в Сирии, ни на Украине ни на что не влияют. Это общее отношение этой администрации к России. Все. Я думаю, что вот эти санкции, они никогда не отменятся. Нужна была причина, чтобы наехать на Россию. Россия должна быть сильной. Вот такой, как видит Путин. Невозможно Россию изолировать. Это такая экумена. Исторически Россия была и будет. Я думаю, что эпоха России только начинается. Может быть, даже боятся. У нас, мне кажется, большая страна. Может быть, он не прав. Что-то не так политику делает. Не так ведет что-то. Путин. Мне кажется, что с точки зрения стороннего наблюдателя последние действия российского руководства выглядели несколько агрессивными. Поэтому они стараются как-то повлиять на эту ситуацию. И вот и все. Возрождается Россия. Становится сильнее. Начинает влезать туда, откуда мы уже ушли. Заново. Ненавидят нас. Вот и все. Наверное, потому что боится Россия. Нашу страну, наверное. Ну вот, такие мнения прозвучали. Давайте я еще добавлю мнение из твиттера. Мы сегодня запустили тот же вопрос. Наш твиттер, наши аудитории. Итак, человек под ником Тюрьма Народов. Такой ник пишет. Потому что Россия аннексировала Крым и воюет на Донбассе. Надо больше санкций давить всем миром, чтобы не до войны было Путину. Тут даже имена сложности. МРТ 1, 2, 3. Ну, в общем, как-то так человека, видимо, зовут. Устанавливается роль и влияние новых других компаний. Физлит в данном случае в украинском конфликте. Списки пополняются. Попавшие в список компаний пытаются обходить санкции через другие или через свои дочки. Это выявляется, списки расширяют. Это то, о чем мы говорили. Вот вы, Константин, говорили. У них на носу президентские выборы, и политиканам необходимо навешивать лапшу на уши народу, как своему, так и прочему. Еще мнение Эльдар Курмашев пишет. Потому что мнение о том, что мы недоговороспособны после встречи на G20 только усилилось. Полина пишет. Потому что бессильны и неправы. Потому что теряют влияние Соединенные Штаты. Потому что для США нарушить законы ничего не стоит. Сергей Батманов пишет. Спасибо, США. Это делает нас сильнее и позволяет определить слабые стороны экономики. И глянуть, кто наши союзники во всей этой санкционной истории. Игорь, пожалуйста, оцените все эти мнения, которые вы услышали. Здесь очевидно, что есть аудитория, которая смотрит телевизор с утра до вечера. Ну или, по крайней мере, черпает из него основную информацию. И ей пользуется в жизни. И она отвечает на этот вопрос ровно так, как говорят с экранов телевизора. Просто повторяет почти дословно те слова тех людей, которые занимаются пропагандой на российском телевидении. Есть люди, которые, видимо, днем заняты какой-то деятельностью. И читают новости в интернете. И немножко стараются думать своей собственной головой. И они говорят вещи разумные. Что есть проблемы с Донбассом, есть проблемы с Украиной. Всем же понятно, кто действительно следит за ситуацией, что сегодня Кремль ведет себя, как такая баба-яга мировая. Которая хочет показать всему миру, что он может делать что угодно и ничего не бояться. Вот мы хотим в Крым залезть. Залезли, хотим в Донбасс. Залезли в Донбасс. Делаем там все, что нам захочется. И при этом нам без разницы, что там думают США и в Европе. Вот есть такое ощущение, что в Кремле от этого получают какое-то удовольствие. Просто, наверное, уже даже это иррационально очень, что важно. Люди получают удовольствие от того, что они могут себе это позволить. И людям это очень нравится, когда им говорят, что мы вот там делаем вот так, так и так. А нас все пытаются как-то обидеть. И нас не слушают, нас не уважают. Нас не воспринимают. Но вот и переходя к экономической части программы о том, что, собственно, какой ущерб наносят эти санкции и наносят ли его вообще. Вот мы попробуем показать, как преподносят это пропаганда, не пропаганда, шоу, в котором вы участвовали. На самом деле там как будто бы были представлены все стороны в этом шоу. Вот сейчас вы видите его за вашими, вот на наших экранах, уважаемые зрители, те, кто смотрит нас по телевизору. Мы показываем вам это шоу. И там был один симптоматичный момент. Я все время цитирую Майкла Бома, незабвенного, потому что он представляет вот американскую позицию. И он говорит, ну, ввели санкции. Для чего его спрашивают? Он говорит, ну, для того, чтобы, ну, скорее вот для острастки. Потому что ведь ничего это не изменит, говорит Майкл Бом. Мост будет строиться и подхватывает с удовольствием эту мысль Владимир Мамонтов, бывший редактор «Известия», ныне генеральный директор радио «Говорит Москва». И вот что он говорил, и вот что он говорит, я хочу вам показать, и как его приветствует зал при этом. Мост будет построен? Будет. Конечно. Крым отдадим? Нет. Нет. Ну, вот это ответ. Это аудитория, которая подготовлена. Людей, которые сидят в качестве зрителей, готовят, чтобы они реагировали соответствующим образом на заявления спикеров, которые там выступают. Это не репрезентативно совершенно то, что думает аудитория, то, что думают люди, которые смотрят. Ну, наверное, это все-таки отличается. Да нет, я думаю, вы абсолютно не правы, Игорь. Ну, не надо, хотят пожестче слово сказать, но не буду, мы тут все, как бы, коллеги, друзья. Понимаете, я все-таки журналист, и со многими людьми общаюсь, в том числе с многочисленными детьми, внуками, так скажем. Да, например, там мой очень либеральный проамериканцевый младший сын говорит, что мы неправильно сделали, что с этим Крым, там, и так далее. Но когда я спрашиваю напрямую вопрос, что думаешь, ты и вот твои друзья, которые учатся в одном из московских университетов, так Крым, вот как раз я спрашиваю про позицию яблока. Потому что я так как-то послушал, что лидер думал, может, за вас там проголосовать, еще что-то. Потому что я все-таки против, ну, вот то, что проводит правящая партия, у меня там есть определенная оппозиционная идея, да. Так Крым будем отдавать, на что мне словно? Нет. Уже поздно, уже все это сделано. Вот зачем зацикливаться на этом бедном Крыме? Не из-за него все эти санкции. Народ Крыма проголосовал полностью за присоединение к России. Другое дело Донбасс. Как не из-за него? Нет, подождите. Нет, за то, что присоединится к Крыму. Народ проголосовал. Санкции частично из-за Крыма, а частично из-за Донбасса. Ну, правильно, большие санкции куда более жесткие из-за Донбасса. Это другое. Давайте не будем в одну вот эту кошелку. В одну не будем. А знаете что, вот почему я на Крыме сейчас? А мост будет, как говорится. Мост будет, конечно. Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть. Вот это как раз то, что и внушает. Сад не обязательно цвесть. Обратите внимание. Ну, все уже, все, проехали с Крымом. Нет, не проехали. Это вы как Путин. Мы проехали, а Порошенко... Нет, вы как Путин. Путин говорит, все, с Крымом проехали. А Порошенко говорит, нифига не проехали. Нет, Крым наш, украинский. Путин говорит... Это не украинский Крым, он стал российским. Ну, до восстанста. Ну, начинается. Ну, так вы можете это говорить. Хорошо, а Порошенко вам будет говорить. Да нет, ради бога. Ну, пускай он говорит. Там стоит российская армия, и пускай он, как говорит, все, что хочет. А вам он будет говорить, и вы говорите, что хотите. Понимаете, но вы, вот он будет говорить, аннексировали, конечно, да, силы увели, воспользовались, слабостью будет говорить. Я думаю, что в России никогда, в ближайшие 10-20, как бы власть бы ни менялась, ни один политик не заявит о том, что мы готовы вернуть Крым. Просто потому, что эта позиция не популярна. И более того, на мой взгляд, она несколько безответственна. Потому что не очень правильно, когда в Кремле или где-то около Кремля люди решают, что будет с Крымом. Все-таки, что будет с Крымом, должны решать люди, которые там живут. Это их право, и они имеют право выразить свое мнение. Еще раз. Я предлагаю, вот на нашу вот эту дискуссию, мы сейчас уйдем в политическую крымскую часть, закончить на том, что должна прийти в Россию такая власть, на мой взгляд, которая обеспечит возможность гражданам Крыма выразить свою позицию честно, подготовив честный референдум или честный опрос общественного мнения, без всяких человечков и долгий, протяженный процесс, при этом наделив Крым, может быть, каким-то переходом. Ну, конечно, убили бы. Ну, что вы ерунду говорите, кто кого убит, да перестаньте. Точно так же, я могу сказать, не убили бы. Вот вы говорите гипотетически, вы как Путин во всем. Он говорит, сожгли бы, как в Доме профсоюзов, который был через два... Нет, 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 не было специально сознательного загоняния, как это представляет пропаганда, нет, он не сам по себе загорелся. Там целое расследование, которое я вам очень советую изучить. Ничего не закончилось. Нет, ну оно закончилось. По крайней мере, понятно, откуда возник пожар. Вот по этому расследованию. Там никакого специального сознательного поджога не было. Людей туда никто силы не загонял. И представлять сегодня так, что вот загоняли и поджигали, это, конечно, бессовестное передергивание всей этой ситуации. Ну, там же было видно на кадрах, которые снимают сами украинцы, когда человек стреляется с пистолета. Не надо было, Константин, туда людей своих загонять в этот дом, когда на вас идет толпа. И когда вы об этом знаете за полчаса, что на вас прет толпа, которая потеряла сейчас своего сторонника, которого убили, она на вас прет, а вы вместо того, чтобы разойтись на это огромное... Вы там были на этой площади? Да, понятно. Вы там выгодны. Вот это вот вы нам оцените. Вот это у вас неправильная информация. Ну, вот отсюда. У меня, ну, наши корреспонденты в Крыму часто бывают, и говорят, что как раз очень многие компании, которые, ну, как бы к России и Крыму относятся нормально, все понятно, там, из Греции, Болгарии, что угодно, они говорят, что, а мы не можем даже приехать на форум, который был в Крыму, потому что нам четко и ясно звонят и говорят, не приезжайте. И если бы вот этих звонков соответствующих не было, то сотрудничество целого ряда европейских даже компаний было бы больше с Крымом. Именно с Крымом, потому что, ну, знаете, особенно греков взять, там очень много этнических греков в Крыму и так далее. Поэтому не так все просто. Никто, нет благостной ситуации. Давление идет жесточайшее по всем фронтам. В том числе и на Крым. Ну, более хитро. То есть там может быть меньше, собственно, санкций, как против российского ТЭК. Вот понятно, российский ТЭК, он как бы основа нашей экономики. Поэтому первые санкции, которые ввела Америка, настоящие санкции, вот как раз после Донбасса и все такое. И если ты направил против российского ТЭК и финансовой системы, чтобы не было дешевого кредита, в другой стороны, не было технологий. А с Крымом там все сложнее. Ну, более хитро делается. И не случайно, например, и Южный поток, который в Болгарию накрылся медным тазом, что там только из-за того, что там третий энергопакет, так называемый, был нарушен. Нет, там все сложнее, конечно. И поэтому вот на статье, говорю, интересно совпадение. Я не думаю, что это так специально совпало, потому что там по времени разное. Но вот сегодня мы узнаем, потому что было и 1 сентября, и там 6, ну там разные дни было указано, сколько санкций Америка вводит. Они там расширялись в эти сентябрьские дни. А сегодня, значит, турецкое правительство разрешило Газпору начать строить турецкий поток. И при этом пошли разговоры о том, что Турция может прекратить всевозможные переговоры с Евросоюзом о вступлении Евросоюза. Ну, другое дело, что нам это может быть не очень выгодно той точкой зрения, что тогда нас и через Турцию не пустят, да, там и в Греции, и так далее. Но мы хотя бы закрываем турецкое направление, значит, что мы меньше будем транспортировать через Украину, а это выглядит чисто экономически. Украинцы постоянно повышают тарифы на прокачку, а при этом качество прокачки, труп там, газохранитель, падает год от года, и они ничего в это не вкладывают. А при этом Северный поток-2 на повестке дня остается, и самое смешное, например, что было в Варне вчера. В Варна, это Болгария, круглый стол, нужен ли российский газ Европе. Принимается решение, ну, они как бы, давайте все-таки строить огромный хаб Болгарии. Начинает вопрос, где взять газ? И представитель Еврокомиссии, который постоянно против Южного потока, там, Турции, говорит, ну, вы сначала построите, а мы потом Россию заставим вам газ поставлять. Ну, приехали, что называется. И вы говорите о том, что вот Крым, не Крым, то, понимаете, это политическая мощнейшая борьба международного уровня, где самое главное, это экономические проблемы. И вот, например, еще совпала одна вещь. И вице-канцлер Германии, и фактически министр внешней экономики Франции, там, ну, так сказать, не суть важна, на неделю назад заявили о том, что прерыва, хотят прерывать перегруз с Америкой, с Америкой Транско-Атлантического сотрудничества. Одна из главных причин, знаете, какая? Разные экологии, в том числе. Это к санкциям имеет отношение? К большими. Это огромная политическая внешняя борьба. Ну, как это за экологические требования в Европе и Америке разные. Американцы тут же разрешают добывать санкциевый нефтегаз. Это потом уже доказано. Потом у них из крана идет, там, предположим, как говорится, заградившаяся жидкость. В Европе это запрещено. Если бы это сотрудничество было заключено, то мне кажется, на что доверить? Что те же правды должны быть в Европе. Это значит, что американские компании пошли бы в Европу и стали добавить санкциевый газ. Это, конечно, очень здорово, чтобы отбить российский газ и нефть. Но при этом, что бы упили люди в этой Европе, это не ясно. И вот это очень не нравится европейцам. Это еще раз хочу сказать, санкции, это некий оселок, на котором видно, что борьба не просто Крым, извините, что я тоже голос прошел, не просто Крым и Донбасс, а куда шире и глубже. Это мощнейшая, как всегда к экономике согласится, это мощнейшая экономическая борьба. Где не Россия противостоит Запад только, а тут более сложная многоходовая ситуация. Конечно, я вот еще раз повторю, что вот в этом шоу, которое мы обсуждаем, ведь мы же не первые эту тему обсуждаем, мы уже посмотрели вот на федеральном канале большое шоу. Идея состоит в том, вот тех, кто говорит со стороны власти, что, во-первых, эта Америка делает в пику, она отстаивает свои экономические интересы в России. Ну, безусловно, может быть, не все так думают, как вот. Она отстаивает свои интересы экономические. Она прижимает Европу и делает все, чтобы Европа теряла, а сама она при этом приобретала, потому что от этих санкций теряет в основном Европа. Но также самое главное то, что говорят на этих шоу, что им вот все, что касается крымской части, почему она не акцентирует, потому что в последней части санкций много крымских компаний, много тех, кто работает с Крымом, что в этой части нас это все совершенно никак не парит, извините за жаргон, потому что продолжают с нами работать иностранцы, потому что им это выгодно. Вот, Владимир Абаринов, как вы это прокомментируете, что есть ли такая точка зрения в Америке, что вот мы вводим санкции, а они только крепчают. Мы их бьем, а они крепчают. То есть все равно продолжается в Крыму сотрудничество с иностранными компаниями и ни на что это не влияет. Я просто заслушался. Ну, конечно, Америка преследует, прежде всего, свои национальные интересы, политические, экономические. Но здесь можно много говорить о том, почему Европа находится на шаг позади и почему этот режим санкций все время находится под угрозой развала. Потому что, ну вот некоторые причины я уже перечислил, потому что такова ситуация в Европе и совсем другая в Америке, где экономика на подъеме и где, еще раз хочу повторить президентские выборы, я могу напомнить, что 4 года назад все мы помним, как Митров не назвал Россию геополитическим противником США номер один. И демократы сразу же набросились на него с критикой. А сегодня, вот недалеко, когда 31 августа, да, Хиллари говорила большую речь внешнеполитическую, и там Россия в списке угроз на первом месте. Россия, за ней Китай, за ней Иран, за ней Северная Корея. Ну, ИГИЛ это как бы отдельной строкой. Вот как изменилась ситуация. Она изменилась очень резко и, конечно, не по вине Америки, потому что Хиллари была инициатором перезагрузки и так далее. И не она и не Обама виноваты в том, что эти отношения зашли туда, где они сейчас находятся. Ну, я не думаю, что здесь экономические причины играют главную роль. И, кстати говоря, со сланцем не так просто. Вот, например, мой штат Нью-Йорк запрещает добывать сланец у себя именно по экологическим причинам. Да и не решает сланец никаких проблем, как мы видим, в силу чисто экономических причин. Ну вот, а политические темы России, я во всяком случае такого не помню. Я помню, в 2000 году, да, республиканцы набросились на гора кандидата демократов за то, что он привел Россию, сделал из России коррупционно-авторитарный режим. Это было в 2000 году, но все-таки такого крика не было, как сейчас. Я думаю, что это как раз очень серьезная, это долгосрочная перестройка политической доктрины американской. Что касается эффекта, который санкции производят на Россию, ну, об этом, конечно, в Вашингтоне думают во вторую, если не в третью очередь, если не в пятую. Конечно, там, наверное, уже махнули рукой на вот эти самые отношения, такой бытовой антиамериканизм, который мы видели вот в этом фильме. Я бы назвал бытовым антиамериканизмом, который уже просто, ну, как бы не обсуждается, да, Америка – наш враг по определению. Когда-то они беспокоились, когда это было там 20-30 процентов, ну, а когда там 90 процентов антиамериканцев в стране, ну, о чем тут, что тут можно поправить? И звонил. Вот так вот я думаю. Понятно, понятно. У нас вот должен быть коллега немецкий, Феликс Шультец, журналист, у которого бизнес в Крыму. То есть, несмотря на то, что он у него начинался, начинался еще, он его начинал до санкций, и он, как я понимаю, оттуда не ушел. Но, тем не менее, он очень жестко оценивает все, что там происходит, но это очень интересно его будет послушать. Он, кстати, в этом шоу участвовал, но там ничего непонятно было из того, что он говорил. То есть, закрикивание у него, как только он начинал говорить о Крыме, о том, что плохо для Крыма эти санкции, крик начинался такой, что я вот просто специально его пригласила, жду сейчас на связи, чтобы послушать, как это вот, как все-таки там с этим. Потому что, вы помните, нам торжественно объявил ведущий Андрей Норкин, что, ну, конечно же, Запад считается с Крымом. И даже вот несколько западных компаний объявили конкурс на лучшую гостиницу там чего-то, Европы, и победила, по-моему, крымская гостиница. Как-то так он сказал. Да, мы обсуждали гостиницу, это приводилось в качестве аргумента того, что в Крыму все классно и здорово. Но, мягко говоря, это странный аргумент, потому что построили, видимо, одну достаточно такую элитную гостиницу, в которую большинство людей теперь не поедет из-за того, что обвалился рубль, из-за того, что проблемы экономические, в том числе и из-за санкций. Аргумент совершенно странный, возродить было невозможно, слово никому не давали. Но, в целом, мне кажется, люди чувствуют и в Крыму сейчас проблемы из-за санкций. Например, оттуда ушли многие IT-компании и большие проблемы для работы IT-сферы. Сейчас тем, кто находится в Крыму, вот тем компаниям, они не имеют доступа ко многим IT-ресурсам. Это действительно проблема, это очень плохо. Об этом, конечно, предпочитают не говорить. Все думают, ну, IT-то какая-то такая ерунда, что там, ну, подумаешь, какие-то компании не могут нормально зарабатывать деньги. Не страшно. Это, на самом деле, достаточно большая проблема, потому что Крым будет отставать теперь. Это скажется в том числе и на уровне жизни, и на туристах, которые будут туда приезжать, ну и так далее. Это большая проблема. Константин, а вот мост, вот когда говорят, что против... Они его, конечно, когда-то построят, но это тормозит строительство, вот те санкции, которые они вводят против компании? Ну, никак, это же там высоких IT-шных технологий там уже нет в этом строительстве. Все это было давно уже разработано. Более того, разработки средственного моста начинались тысяч лет десять назад, даже не при Януковиче, президенте бывшем, а еще при Кучме, потому что вопрос, ну, вот, связей торговых, он стоял давно, потому что одно дело, заезжая даже из России через, так сказать, Херсонскую область, это было недостаточно. На этом мосту давно уже говорят, но просто в том числе там некие там проблемы политического характера, двухставленных отношений как-то это мешали. Вот здесь, и более того, они бы мешали бы и дальше, я думаю, этот мост бы строили бы еще лет 20. Ну, помните, кстати говоря, впервые идеи строительства моста, еще Николай Второй оставил, потому что это вот да. Но сейчас ясно, что доставка грузов вот этими кораблями... Паромы? Паромы, да, извините, конечно, паромы это очень дорого. Там доставка через Кенжеский пролив там одного, одной фуры, это плюс там, ну, где-то 40 тысяч рублей. Это, конечно, непозволительная роскошь, надо это все как-то делать. Ничего тут не повлияет, и так или иначе. Кстати, вот, недавно посылал с ним крымчанин, он просто работает в России, ну, работы не хватает. Когда он спросил о том, а как, он говорит, ну да, действительно, говорит, так вот, если человек коммерческий. Три раза подороживаешь цены, как в Москве, у вас это не здорово. Вот, приходится работать здесь у вас, ждем моста очень сильно, потому что тут можно как-то все это сдержать. Но вот то, что мне позвал мой сын, младший, говорит, он, ну, его сын, младший, что он подал заявление, ну, солдатам в российскую армию. То есть, да. А почему так, там, что такое, понимаете, вот, у меня родственники, ну, украинские живут, которые приехали к нам, они там не хотят жить. И все-таки мы правильно сделали выбором, еще раз возвращаясь. Вот мы правильно сделали. Ну, бог с ним, ладно. Это уже действительно не та тема. Нет, мы слушаем Феликса. Нет, ну, это не та тема сейчас, потому что мы это уже... В Крыму всякое есть. Согласны. Феликс Шультец, здравствуйте. Здравствуйте. Нам очень приятно и очень интересно вас послушать, потому что вы знаете ситуацию в Крыму. И вы одновременно были вот в этом шоу НТВ, в котором говорилось, что там есть иностранная компания, у нас нет проблемы с санкцией. Мы выдержим, мы построим мост, нас вот на конкурсах признают, наши отели лучшие. Вот как вы все это оцениваете? Ну, вы знаете, это немножко звучит, как когда Грузия в 91-м году отделился от Советского Союза, что есть будут наши мандарины и отдыхать будут на наших пляжах. Ясно, что иностранные компании присутствуют. Понятно, когда речь идет о продаже медицинского оборудования для азербайджической больницы, что оборудование поставляют, потому что это необходимо, да, и потому что эти продукты санкциям не подлежат. Так же, как в свое время, как бы госпожа Меркель, господин Штайнмайер, осудили Украину за то, что спилили масли электропередачи, потому что если это ваш народ, который там живет, вы не имеете права его обристочить, либо вы о нем заботитесь, либо вы проигрываете позиции аргументативно. Конечно, жизнь в Крыму стала дорогой и даже очень дорогой. То есть я давал пример творожка, который в Москве стоит 36 рублей, а там 56 рублей. Мост, я думаю, что будет, конечно, строиться, но нельзя сказать, что абсолютно все идеально хорошо. Конечно, Россия на себя взяла обузу, много проблем, и придется, если Россия это захочет, десятилетиями вкладывать в Крым. Я думаю, что это бездонная почка. Я думаю, что есть множество других регионов, которые заслуживают того же внимания, как и Крым. Но, Феликс, мы-то вот что еще обсуждаем. Действительно ли вот эти санкции, это такой чисто политический жест, показать, что не забудем, не простим, и не утрясена еще никак проблема. Мы не воспринимаем этот Крым как русский и так далее. Или это все-таки есть в этом экономический такой кнут, который портит жизнь, отравляет жизнь тем, кто... Конечно, это политический кнут. В принципе, каждый россиянин, который общается с внешним миром, понимает, что жизнь при выезде из России подорожала, что внутри России продукты подорожали, что много чего исчезло, что придется платить каждодневно каким-то мелким наличием товара, каким-то личным комфортом за те политические решения, которые были приняты два года назад. Я думаю, что это все же значит, что видно. А про вас все время говорили о вас, что у вас есть бизнес в Крыму, но, видимо, кинобизнес, как я понимаю, вы продюсер, и вы оттуда все равно не уходите, тем не менее, вы там остаетесь со своим бизнесом. Вот вы все время... Ну, посмотрите, ну, мне на самом-то деле бизнес не киношный, а это ивент-бизнес по командообразованиям, по всяким анимационным историям. Я там остаюсь, потому что директива нашего министерства иностранных дел звучало абсолютно ясно. Бизнес ввести в Крыму можно, если у вас существует бизнес, поскольку Евросоюз не компенсирует закрытие бизнеса. Потом у меня бизнес — это чисто российская юридическая персона, это филиал, который раньше был украинским, он стал русским сейчас административно, и уходить с Крыма смысла нет. Потому что просто там, конечно, не такое глубокие место, как в Москве, но как бы стратегически это локации, когда появляются клиенты, нужно на месте как можно по более благоприятным ценам обслуживать, гнать каждый раз из Москвы грузовик. Это просто услуга так вот рожает, что она просто не состоится. Но в целом вы считаете все-таки эти санкции болезненными для Крыма, для России? Конечно, конечно. Они, допустим, конечно, они несвертельные, но я считаю, что каждый россиянин, каждый день заходя в магазин, это ощущает на собственном кошельке. Спасибо вам, Фелик, за участие в нашем эфире. Давайте послушаем, что говорит из Вашингтона российский экономист Сергей Алексашенко по этому же поводу. Можно помнить историю санкций, что санкции вводились в ответ на ответы России против Украины, сначала Крыму, а потом на Востоке Украины. Есть согласованная позиция всех стран Евросоюза, и позднее позиция ее присоединились в Соединенные Штаты Америки, что санкции против России могут быть отменены только после выполнения Минских соглашений. Собственно говоря, в выполнении Минских соглашений, в частности, которые появляются в России, когда Россия подписала, нет никакого существенного прогресса, потому что даже вот прекращение огня, это первый фунт, такой достаточно неустойчивый, постоянно нарушается. И, собственно говоря, никаких оснований ни для США, ни для Евросоюза, ставить даже вопрос о снятии санкций сегодня не существует. Второе, мне кажется, что вопрос о том, почему США расширяет санкции, но это не совсем правильно, потому что решение, которое было неделю назад, 1 сентября, оно на самом деле касалось основного уточнения списка предприятий. Единственное, что было новое введено, это то, что был обнародован список, не помню, 19, что ли, компаний, предприятий, которые нарушают санкционный режим в отношении Крыма. Запад, США, ну, собственно, практически все страны мира, кроме шести, они не признают аннексию Крыма, они считают, что Крым украинская территория, и американские санкции запрещают иметь какие-либо отношения, экономические отношения с компаниями, нарушающими санкционный режим. И вот поименованы компании, в основном они связаны со строительством Керченского масса, но есть там же и первовозможные там пароходные компании, которые грузоперевозные, базовые компании, которые работают на Крымском полуострове российские. Ну, собственно говоря, вот США их подвели под санкции. Поэтому вот говорить о каком-то таком существенном расширении санкций, которое введяет на всю российскую экономику, наверное, было бы неправильно. Для тех предприятий, на которые санкции распространяются, они полезны. Особенно финансовые санкции связаны с тем, что невозможно привлечь новый капитал. Невозможно разместить еврооблигации, невозможно привлечь банковские кредиты, невозможно разместить акции. Соответственно, если у компаний это было в планах, то для них это, естественно, достаточно сильные препятствия и мешает их нормальной деятельности. Если говорить о влиянии санкций на всю российскую экономику, то был такой вот пик, связанный с концом 2014-го, начало 2015-го года, когда просто по графику погашения внешнего долга у российских банков и компаний были пиковые платежи, которые достигали 10% ВВП. То есть, соответственно, тогда санкции, в дополнение к ценам на нефть, которые упали в этот же момент, санкции сильно влияли на эволюционный рынок. Сейчас влияние финансовых санкций, оно, конечно, есть, но эксперты оценивают его как незначительное в пределах полупроцентного ВВП. То есть, на самом деле, это не сильно значимое. Еще одна ненадзванная санкция – это то, что политические риски ведения бизнеса в России резко возросли, и западный капитал практически вычеркнул в российское место, куда можно вкладываться. И это ведет к разрыву технологического сотрудничества с Западом и к руху технологического отставания российской экономики от всей мировой. Я вспомнила вот в этом замечательном шоу, где вы, Игорь, участвовали, там Алексей Мухин, такой кремлевский политолог, говорит, да, есть проблемы, что мы перестали получать дешевые кредиты, которые отдавали под большие проценты, но так это же вот спекуляцию с другой стороны положило конец спекулянтам, то есть все пошло на пользу. Все выращивается наизнанку, любой негатив, он представляется как что-то такое очень здоровское, что вот нам, оказывается, на самом деле даже очень помогает. Импортозамещение там. Я хочу сказать, действительно правильно сказал. Смотрите, наша экономика, ну там, за 2-3 года назад, когда можно было получать дешевый кредит на заводе, как действуют наши банки. Берут за дешево, продают нашим предпринимателям за дорого. Это самая обычная спекуляция. Вот, слава богу, что она закончится. Вот опаснее другое, о чем Алексей сказал, я абсолютно согласен. Когда вроде бы непосредственное влияние экономических санкций такое сильное, и я с этим согласен, об этом много раз говорил, но прерывание технологического сотрудничества, вот это плохо. Сейчас ни одна страна в мире, включая США, Китай, да любая страна мира, сама по себе не сможет обеспечить технологические прорывы. Выбывание из этой цепочки, а оно есть, вот это действительно опасно. Чем это заменить? Вот я еще с начала что-то сказал, вот те попытки, это действие как-то через Китай, Гонконг, они пытаются американцы оборвать. Ну, она у тебя то остается на весь огромный Китай, надеется. Ну и, как говорится, на его технологии. Послушаем Дмитрия Суслова, политолога, американиста, ведущего эксперта Центра политических технологий. Связано с общим состоянием российско-американских отношений, которые носят констатационный характер. Многие называют эти отношения сегодня холодной войной. Совершенно понятно, что в ближайшие несколько лет перспективы преодоления конфронтации между Россией и США отсутствуют. И сегодня основной вопрос заключается в том, в какой степени российско-американские отношения ухудшатся в ближайшие несколько месяцев, особенно после прихода к власти в США новой администрации, особенно если это будет администрация Хиллари Клинтон. И в условиях выборов, естественно, администрация Обамы стремится не выглядеть слабой, поскольку если администрация Обамы выглядит слабой, то это ударяет по демократическому кандидату Хиллари Клинтон. Соответственно, администрация, которая не может позволить себе пойти на более жесткие шаги в отношении России, напротив, заинтересована в сотрудничестве с Россией, во взаимодействии с Россией по Сирии и по Украине, опять-таки, чтобы не допустить новой эскалации и прямого военного столкновения в Сирии и новой военной эскалации на Украине, администрация Обамы выдумана компенсировать это сотрудничество негативными шагами, а именно принятием новых санкций. Что касается конкретно времени принятия последнего пакета санкций, то есть расширения санкций, о котором Вашингтон объявил сразу после решения саммита Большой Двадцатки, то это, мне кажется, является очень наглядным свидетельством того, что Обаме и Путину, по всей видимости, не удалось договориться по качественному расширению сотрудничества по Сирии. И, наконец, мнение Алексея Мельникова, экономиста, пожалуйста, послушаем. Как мы видим, к сожалению, санкции, они продолжают, начинают вводиться все новые и новые санкции. Если говорить о влиянии санкций на российскую экономику, то здесь сложно дать количественную оценку. Но с качественной точки зрения можно сказать следующее, что все-таки современная страна в нынешнем, в сегодняшнем мире, это страна, которая не отрезана от рынков, не отрезана от новых технологий, не отрезана от обмена в разных формах, которые может протекать экономического обмена. А та страна, которая отрезана, несмотря на большую территорию, как в России, самая большая территория в мире, несмотря на ядерное оружие, модернизирующееся ядерное оружие, судьба, перспектива такой, конечно, страны, она печальна. Одна из существеннейших задач для стратегии нашей страны, для ее развития, заключается в том, чтобы проводить такую внешнюю политику, чтобы санкции были сняты с нашей страны, и чтобы наша страна смогла уйти с периферии мировой экономики, с периферии мировой политики, на которой она сейчас, к сожалению, находится. Вот, Владимир Абаринов, я хочу, чтобы вы прокомментировали то заявление, что все эти санкции, на самом деле, результат того, что не договорились Путин и Обама тогда, во время этого саммита. Очень много говорилось здесь, в России, о том, как Обама охотился за Путиным, как он его прям затаскивал, чуть ли не зашиворот там, выкручивал руки, заставлял, ну вот, заставил. Все это преподносится, как великая победа российской демократии лично Путина, и вроде бы так праздничным он вышел таким, Путин, на пресс-конференцию. Но вот, не договорились, и месть была страшная, пакет санкций. Что у вас там по этому поводу говорят? Ну, я думаю, что это типичное такое проявление такого русоцентризма, характерного для России, что России кажется, что как бы весь мир вертится в нее. На самом деле, конечно, договориться было трудно, и сложно вообще по каким бы то ни было вопросам сейчас договориться, потому что у нас совершенно разное, у России и у Америки совершенно разное видение, совершенно разная картина мира. И это очень хорошо заметно, когда смотришь в перемешку то и другое, как бы разная перспектива. Вот, и в части, и в той же Сирии, ну, как, о чем можно договориться. Это так же, как с допингом. Да, мы боролись и будем бороться с допингом, но вы же самое главное пропускаете в этих обвинениях, что операция замены проб была организована ФСБ. ФСБ у нас подчиняется лично президенту. Поэтому о каких вы там отдельных мошенниках, виноватых спортсменах говорите. Так и здесь. Сирия, да, мы боремся с террористами, но вы боретесь с какими-то, с теми, кого вы считаете террористами, кого Ассад считает террористами. Поэтому договориться очень сложно пока, ну, нет, ну, хоть какого-то общего языка. Мы просто говорим на разных языках. Нам придется, Владимир, вот на этом закончить, что мы говорим на разных языках. Ну и будем надеяться, что к следующей передаче заговорим на одном. Всякое бывает. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова